Взрослые ценят тыкву за ее полезные свойства, а дети наслаждаются ее естественной сладостью. Однако вся ценность мякоти и семян тыквы до сих пор остается нераскрытой. В этом видеоролике мы познакомимся с удивительными свойствами этого универсального овоща и рассмотрим нюансы его использования и правильного хранения. Всем привет, друзья! Сегодня мы разберемся, какие полезные свойства скрывает тыква. Также рассмотрим вред для организма человека. И бонусом от нас будут рецепты для облегчения многих недомоганий в организме. Так что досматривайте до конца, будет очень познавательно. Дорогие друзья, по статистике 80% зрителей смотрят мои ролики без подписки. Пожалуйста, оцените мой труд, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Какие витамины содержит тыква? Тыква – богатый источник необходимых витаминов и питательных веществ. Хотя в ней, как и в арбузе, много воды, она также содержит значительное количество ценных соединений и витаминов. В тыкве можно обнаружить целый ряд витаминов, каждый из которых обладает своими уникальными преимуществами. Витамина – поддерживает остроту зрения, помогает развитию детей, способствует здоровью кожи, волос и ногтей, а также способствует крепкой пищеварительной системе. Витамин С – укрепляет иммунную систему, защищает организм от вирусов и бактерий, способствует регенерации кожи, участвует в синтезе коллагена. Витамин Е – действует как противовоспалительное средство, ускоряет заживление ран, является антиоксидантом. Витамин К – отвечает за свертываемость крови и минерализацию костной ткани. Витамин Т – способствует поддержанию и укреплению иммунитета. Витамин В1 – тиамин, замедляет процессы старения и снижает восприимчивость к вредным веществам. Витамин В2 – рибофлавин, защищает организм от вирусов, способствует выработке антител, участвует в обмене веществ. Витамин В5 – пантотеновая кислота. Облегчает усвоение других витаминов и способствует защите от вирусов. Витамин В6 – передоксин, улучшает память и настроение, активизирует работу мозга. Еще одним существенным преимуществом тыквы является ее низкая калорийность, особенно в сыром виде. Однако при различных способах приготовления количество калорий значительно увеличивается. Энергетическая ценность и питательный профиль Тыкву можно готовить различными способами, и независимо от способа приготовления она сохраняет большинство своих питательных свойств и вкусовых качеств. Для людей, следящих за своим здоровьем или стремящихся сбросить лишний вес, тыква может стать ценным помощником. Помимо приятного вкуса, тыква обладает целым рядом полезных соединений. Калорийность этого овоща варьируется в зависимости от способа приготовления. Наибольшее количество калорий содержится в жареной тыкве – 72 килокалории. Тушеная тыква содержит 52 килокалории, а печеная – 46. Наименьшая калорийность у вареной тыквы – всего 37 килокалорий, а в свежем виде она содержит всего 22 килокалории. Полезные свойства тыквы Включение тыквы в рацион питания оказывает множество положительных эффектов на организм, особенно благоприятно воздействуя на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и нервную системы. Неоценимые преимущества этого овоща заключаются в следующем. Детоксикация. Тыква способствует очищению организма от токсинов, ядов и вредных веществ. Электролитный баланс. Тыква помогает поддерживать стабильное водно-солевое равновесие. Укрепление иммунитета. Тыква повышает способность иммунной системы бороться с вирусами и бактериями. Обогащение гемоглобина. Повышенное содержание железа в тыкве способствует устранению дефицита железа в организме, повышая тем самым уровень гемоглобина. Гармония метаболизма. Тыква способствует нормализации обмена веществ и ускоряет метаболические процессы. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, укрепляя стенки кровеносных сосудов и уменьшая отеки. Регулирование артериального давления. Тыква способствует регуляции артериального давления. Укрепление тканей. Укрепляет различные ткани организма. Снятие стресса. Тыква помогает бороться со стрессом. Избавление от бессонницы. Следует отметить, что включение тыквы в рацион питания не создает риска набора веса. Этот натуральный сладкий плод обладает высокой сытностью и не способствует накоплению лишнего жира. Стремитесь к более стройной фигуре? Включите тыкву в свой ежедневный рацион. Кроме того, тыква способствует уменьшению задержки жидкости в организме, что признано уже много веков назад. Применение тыквы в медицине. Обширные исследования пролили свет на замечательный терапевтический потенциал тыквы. В результате этих исследований были открыты различные методы использования силы этого универсального овоща для борьбы с различными заболеваниями. Вот несколько ярких примеров. Тыква служит эффективным профилактическим средством против ряда заболеваний, в том числе гипертония, сахарный диабет, простуда и грипп, заболевания мочевого пузыря, низкий иммунитет, атеросклероз. Богатый набор полезных свойств тыквы делает ее ценным продуктом в медицине, обеспечивая естественную поддержку при решении этих и других проблем со здоровьем. Средства для лечения распространенных заболеваний. Средство от стоматита. Соедините 1 чайную ложку тыквенного масла с 1 чайной ложкой пихтового масла. Смочите в этой смеси ватный тампон и аккуратно приложите его к слизистой оболочке полости рта. Применяйте это средство за полчаса до еды в течение 7 дней. Храните приготовленную смесь в холодильнике. Снятие стресса. Смешайте столовую ложку меда со стаканом тыквенного сока. Употребляйте этот успокаивающий напиток перед сном в течение 2 недель. Средство от бессонницы. Возьмите 1 столовую ложку тыквенных семечек и 2 столовые ложки миндаля. Измельчите миндаль и семена, затем замочите их в стакане воды на 8 часов. Принимать по 2 столовые ложки этого настоя перед сном до тех пор, пока не исчезнут проблемы со сном. Облегчение артрита. Ежедневно в течение 10 дней массировать пораженные суставы с теплым маслом тыквенных семечек. Снятие воспаления суставов. Приготовить успокаивающую смесь, смешав в равных частях тыквенное масло и косметическую глину. Нанесите эту смесь на воспаленные участки и накройте теплой тканью на 2 часа. После этого смойте смесь и согрейте больные места. Продолжайте эту процедуру ежедневно в течение недели. Эти природные средства используют лечебные свойства тыквы для решения различных проблем со здоровьем, способствуя хорошему самочувствию и избавлению от распространенных недугов. Для улучшения пищеварения приготовьте смесь из 500 грамм тыквы, пропущенной через мясорубку, 100 грамм оливкового масла и 2 столовых ложек березовых почек. Дайте настояться в течение 7 дней в прохладном темном месте. Процедите. Принимайте по 2 столовые ложки 3 раза в день перед едой. Длительность приема – 14 дней. Вред тыквы. Несмотря на то, что тыква в целом питательна и полезна, существуют определенные ситуации и состояния, при которых к ее употреблению следует подходить с осторожностью. К числу противопоказаний относятся нарушение водно-солевого баланса, кишечные колики, гастрит с пониженной кислотностью, запущенные стадии сахарного диабета. Следует отметить, что специалисты затрудняются выделить конкретные вредные свойства тыквы. Как и любой другой продукт, тыква имеет оптимальный порог потребления. При умеренном потреблении этот овощ может принести организму много пользы и положительно повлиять на общее состояние здоровья. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, это видео было полезно для вас. Если это так, обязательно поставьте лайк под видео, а также подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео на канале. В заключении хочу порекомендовать вам посмотреть наше видео о первых признаках инсульта. Ссылка будет в описании или на экране. И самое главное, берегите себя и будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok